Регулярно слышим мнение, что не надо везти туристов на Чукотку, в самый чистый и нетронутый регион России, а может и всего мира. Мол, загаден, испорчен, затопщен. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться. И сразу перечислим основные факторы риска, которые называют наши зрители и читатели. В первую очередь, это мусор. Затем идет ущерб экосистеме через охоту и рыбалку. Иногда называют риском сам факт присутствия человека там, где людей практически и не бывает. Давайте пройдемся по этому списку по порядку. Мусор, который нельзя оставлять, едет в ближайшие населенные пункты. Это несложно. Группы небольшие, переходы максимум в день, причем на транспорте. А если кто из туристов в кустике сходил? Медведь, даже если вдруг вляпается, вряд ли будет переживать по этому поводу. По всему остальному, группе даются подробные инструкции. Практика показывает, что их соблюдает большинство путешественников. Свиньи, которые гадят вокруг себя на пропалу, редко забираются так далеко. А вот присутствие человека, охоту и рыбалку можно объединить в один пункт. В первую очередь, надо отметить, что все совершенно легально. А значит, рыба только на еду. Охота исключительно согласна выданным лицензиям. Никакого хулиганства. За этим особо следят наши проводники. Ну и самое главное, масштабы бедствия. По всем направлениям, при максимально заполненных группах, за сезон мы можем отправить максимум 200 туристов. В регионе проживает около 30 тысяч человек. При этом, в Ламутское, например, едет не более 5 туристов в год. Причем пробудут они там всего несколько дней. А 100 местных жителей живут там весь год. Самый рискованный в этом плане маршрут – Краснена. Туда может за сезон до 40 туристов съездить. Местных жителей – 50. Так что, если представить, что все туристы обвалятся одновременно, что невозможно, то село прирастет населением на 100% на целую неделю. Причем, село рыболовное. Они ловят и продают рыбу. Ну и в целом, как вы себе представляете ситуацию, когда 40 человек с удочками и спиннингами наносят своей рыбалкой ущерб озеру Красное, площадь которого 458 квадратных километров. Мы себе подобного не представляем. Зато туризму на Чукотке есть безусловная польза. В первую очередь, это возможность для местных жителей дополнительно заработать и пообщаться с новыми лицами. И поверьте, ценны оба аспекта. Туристы также упрощают логистику, так как какие-то вещи первой необходимости могут передаваться попутным транспортом. Ну и развитие региона в целом тоже не последняя из возможных целей. Проблем на Чукотке хватает. Логистика, утилизация отходов, развитие инфраструктуры поселений на реке. Перечислять можно долго. И даже незначительный по меркам любого курорта турпоток может сдвинуть дело с мертвой точки. Так что туристы на Чукотке практически не наносят ущерба окружающей красоте, но сильно помогают местным жителям и регионам в целом. Продолжение следует...